Добрый день, Владимир! Добрый день, Илья! Пользуясь случаем, что вы на Тонарифе, у нас такая импровизационная с вами возможность появилась сделать интервью небольшое по поводу вашего нового курса. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Да, действительно, у нас новый курс, 10-месячный, краудтренинг принципа и приема профессионального менеджмента. Это режим онлайн, и он построен таким образом, чтобы люди, учась 10 месяцев, справились бы с нагрузкой, работая параллельно на другой работе, естественно, или учась где-то. Вот такой курс есть. А для кого он вообще в целом? Он для всех тех, кто занимается управлением людьми. Если человек занимается управлением, то для всех тех. При этом он таким образом построен, что чем человек имеет больше опыт в бизнесе, или в менеджменте, тем больше он получает пользы от него. Потому что очень плотная информация, много деталей, многие мелочи. Я не только главные вещи о мелочах говорю. И поэтому человек, который имеет богатую бизнес-практику за спиной, у него накопилось много случаев, когда он видит, что прямо это относится к тому, что он знает. видит свои ошибки многие, которые он сделал. Кроме того, богатый человек обычно имеет много проблем сразу. Человек, который занимает низкую правильную позицию, как правило, у него одна проблема, потом сменяется другой проблемой. А у человека высокая позиция, у него сразу 20 проблем каждый день. Одно решает вторую, пришли с одним письмом, с другим и так далее. Поэтому он берет больше оттуда информации, чем человек с меньшей практикой. Но человек с меньшей практикой берет важную практику, он грубые ошибки тогда перестает делать. А человек с богатой практикой, он тогда перестает делать ошибки, которые не грубые сейчас, но которые в будущем могут оказаться очень существенными. Потому что опытный человек, он на много шагов считает вперед. А с каким базовым вообще уровнем стоит идти на курс? Есть ли какое-то понимание вообще базового какого-то изначального подготовки? В принципе, нормально, если человек имеет либо нормальное школьное образование, либо университетское образование, или полуниверситетское. Но говорю нормальное школьное, потому что есть люди, которые нормального школьного не имеют. То есть такое образование нужно. И кроме того, конечно, лучше иметь там хотя бы 2-3 года за спиной опыта. Потому что когда у человека опыт, то ему более востребовано это знание. Оно для него не теоретическое, а практическое получается. Он может сравнить со своим опытом. Вот управленец. Он должен какими-то качествами определенными обладать? Вообще, в принципе, управленец? В принципе, управленец. Но в принципе, управленец, конечно, должен обладать определенными качествами. Есть такое важное качество, без которого никак. Это эмпатия. Плохое управление, с которым эмпатия не обладает. А вот у него есть представление о правилах, о том и сём. И он так, так сказать, с живым, как с мёртвым обращается. Понимаете? Человек должен чувствовать, что чувствуют другие люди, когда он что-то делает, что-то говорит, как-то поступает. Он должен представлять себе вообще, говоря, что другие, как это воспринимают другие люди. Это очень важное качество. То есть, ну вот как вы как-то говорили, да? У музыканта должен быть талант, у художника, и можно много учить человека, но ничего ему, там, из него что-то толковое, ну, научиться чуть-чуть, да? Вот с управленцем так же? То есть должен быть какой-то талант или нет? Вот я, пожалуй, два таланта бы назвал. Первый талант, я уже обозначил, это эмпатия. Форс фронировать так. Если есть какой-либо секрет жизненного успеха, то он состоит в простой вещи. Умение поставить себя на место другого человека. Вот если люди не умеют или не хотят себя поставить, а обычно, когда не хотят, тогда и не умеют. Чтобы уметь, надо ставить себя на место другого человека. А некоторые говорят, что я буду... Ему спрашивают, как бы ты на моем месте поступил? А мне на своем месте хорошо. Вот это люди без эмпатии. Это очень важно. И второе качество, все-таки уметь на нескольких шагов вперед считать. Ну, не только видеть под носом, что у тебя... А понимать, что будет завтра, послезавтра. Надо обязательно это понимать. То есть, некий талант должен быть. Вот вы пишете, у вас в программе курса указано, что в третьем модуле, если не ошибаюсь, там, значит, не только глубокое понимание, да, а нужно как бы еще подбирать в нужной ситуации, нужно исправил, комбинировать. И у меня вопрос. Допустим, вот я справлюсь с таким вообще, в принципе, с жонглированием и глубоким пониманием. Обычный человек. Потяну ли я этот курс вообще, в принципе, как... Ну, курс-то подтянете. Я вас знаю, вы подтянете, да, конкретно, да. Я таких, как я. Да, 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 и такие, как вы подтянут, потому что вы профессионал в своем деле. А профессионал в своем деле, он всегда понимает значение деталей. Новичок, он не понимает. Ну, как ребенок приходит в зоопарк, что ему важно? Слон, тигр, лев, бегемот, большие животные, да. А кто уже постарше, ему интересно и маленькое зверюшку посмотреть. Он у этой клеточки постоит. То же самое с опытом. Люди с достаточным опытом, они, так сказать, они все поймут. Вы это рассматриваете так, либо ноль, либо все. Либо ноль, либо ниль. Давайте я уточню тогда вопрос. Смотрите, допустим, есть, ну, разное, здесь 10 месяцев, достаточно плотные 10 месяцев работы. Да. И понятно, окей, есть временная история, которая там, ну, выкраивать время для этого нужно. У многих людей, я думаю, что с этим могут быть сложности. Но, речь не об этом, не о временном, а именно по способностям, да. Вот смогу ли я, вот курс этот осилить, да, вот, потому что, допустим, вы пишете, да, что нужно глубокое понимание этой проблемы для того, чтобы реализовать, да, глубокое, глубокое проникновение в это вот. И я задумывался, а насколько вообще я в жизни знаю глубоко вот темы, да, не только так, ну, чуть-чуть глубже, чем обычно, а насколько глубоко я могу проникнуть пониманию вот в ту среду, в которой я, ну, мало что знаю, хочу узнать, да. И чтобы быть успешным там, значит, нужно глубокое понимание, а смогу ли я? Да, да, да. Значит, тут ответ такой, да и нет, в каком смысле да. Да, конечно, шаг вперед вы большой сделаете, это без сомнения, но не забывайте, что пройдет некоторое время, когда вы сделали шаг, если вы снова на этот курс пойдете, вы много нового из него же узнаете. Потому что человек развивается. Вот вы что-то узнали, освоили, освоили это, попробовали, у вас новые вопросы накопились, и вы тогда с новыми вопросами, слушая этот же курс, вы услышите ответы на них, а раньше вы не слышали, потому что у вас вопросов таких не было. Вам это не казалось важным, потому что, ну, не актуально для вас, а вот когда стало актуально, вы это услышите. Поэтому, многие люди на мои очные курсы ходят многократно, потому что каждый раз услышат что-то новое, потому что они освоили один слой, теперь второй слой осваивают. Ну, скачок сделаете, конечно. Я вот, я приведу вам такой пример, очень понятный. Есть телевизионная передача, которая называется «Модный приговор». Когда человек приходит туда, ну, больше женщины приходят, как-то одеты, а вот знакомые и родственники хотят, чтобы теперь одевалась как-то лучше. Сперва женщина идет, одевается, все, что ей кажется там хорошей, одевает, выходит, а потом ей мастера подсказывают, что одеть. И выходит другая, и видно, что разница очень большая. хотя уже туда приезжают, на телевидении уже как бы стараются одеты получше, потом там есть дополнительный выбор, стараются делать получше. Причем, женщин-то нельзя сказать, что совсем уж не умеют одеваться. Но все равно, когда профессионалы, это другое. Вот точно и так. Вы придете на курс, вы уже много знаете, вы умеете с людьми работать, вы профессионал своего дела, масса клиентов через вас прошло с разными характерами, с разными прибамбасами, с требованиями. Ну, это все у вас большая практика есть. Но после курса вы будете такая же разница, как вот женщина, которая вошла до, и какой она вышла после приговора. Шкачок вы сделаете в своих пониманиях управления, управленческих ходов, задач, проблем. Сделаете большой шаг вперед. Это то, и такие, как вы сделают. Следующий вопрос, он вытекает как бы, да? В принципе, частично вы уже рассказали о том, какими качествами должен обладать руководитель. Простите, я забавлю еще одно. Да, да. Одно еще, которое касается не только руководителей, а всех деловых людей. Одно важное качество. Это способность выполнять обещания. Можно иметь дело с кем угодно. Извините, с пьяницем, с ворой, с бандитом. Дела какие-то можно иметь. Ну, какие дела? Вот он приходит сахар покупать, что же не продают пьяницу, вору, бандитов, а продают. То есть, можно иметь дела. Можно только с... Но нельзя иметь дела с теми, кто не выполняет обещания. Нельзя. Тот, кто не умеет выполнять своих обещаний, просто не деловой человек. И тому, кто управляет людьми, это тоже надо уметь выполнять свои обещания. если с последним тут, по-моему, очевидным. Ну, в смысле, это понятно, что человек, который не несет ответственности за свои слова и соответственные поступки, то понятно, что это не только касательно руководителя. То вот у меня вопрос какой. А если человек не обладает двумя другими качествами, он не способен стать руководителем? Ну, научить можно, но он будет посредством руководителя. Тем более, что бывают разные организации. Есть места, где руководителям надо рутинным процессом руководить, а есть, где креативным. Это разные вещи. И вот того, кого можно научить, рутинным можно его научить руководить рутинным процессом. Креативным тяжелее. Тут нужен талант, конечно, руководителя. Кому точно не нужно идти на ваш курс? Кому? Кому точно не нужно идти? Не надо. Кому можно сказать, что вам точно не надо? Двум типам людей. Первый тип такой, которым вообще ничего не нужно. Ему надо кушать, есть, спать и кое-что еще. Подождите. Давайте, такие не заинтересуются в принципе, они не будут смотреть, скорее всего, это интервью. Поэтому, из тех, кто смотрит это интервью, кто смотрит, заинтересован в этой теме какой-то. Но кому бы вы сказали, что, знаете, вам лучше не надо? Ну, вот тому человеку, у которого есть замечательное занятие, оно ему нравится в жизни. И в принципе, он руководить другими не хочет, потому что есть люди, которые хотят отвечать только за себя. Есть такой типаж. Хорошие люди, хорошие работники, но он хочет работать только за себя, отвечать, и лучше вообще он сидит один в комнате, чтобы ни за кого, ни за что не отвечать. Есть такие люди, им не надо смотреть это. И другой тип людей, которые хорошие руководители, много умеют, много достигли, все знают, все умеют, и над ними уже выросла трава, им уже ничем дальше не поможешь. Кстати, вот, интересно, а есть ли какой-то ну, вот, у руководителя, в принципе, золотой возраст, или, не знаю, или возраст, с которого, или до какого, идеальный руководитель? Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Это называется время акме для любой специальности. Для, скажем, для математики акме это где-то там 18-25 лет. В мозге работают. Да, для физика там 30-40 лет. Для руководителя 40-50 акме. Расцвет руководителя. Это не значит, что до плохо и после плохо. Но пик, пик его как руководителя между 8 и 50. Но этот пик сейчас немножко смещается, сейчас удлиняется продолжительность жизни, с одной стороны. Удлиняется, а с другой стороны детство затягивается. Мы видим много детей 40-летних с детским мышлением сейчас встречаем. Расскажите подробнее про систему обучения. Именно вот про... У вас там есть такое замечательное название краудтренинг. Да. Что это такое? Значит, краудтренинг вот в чем смысл. Дело в том, что есть два разных формата обучения. Очный и онлайн. Очный обладает тем замечательным свойством, что живого преподавателя видит. Могут в перерыве с ним потолкаться, поговорить, да. Вот. Все-таки информация, которую мы не через экран получаем, она большая. Есть много невербального, да, что очень важно для нас. Вот. Что из экрана не увидишь. В этом смысле оно имеет преимущество. Вот. Ну, недостаток. Два основных недостатка. Во-первых, когда преподаватель называется очно, а в большом зале он на экране, а ты один из тысяч сидишь в зале, как сейчас это часто бывает, да, то это как бы очно, но это там очного ничего нет. Очного практически нет, да. То есть, да. Немножко хуже, чем онлайн, потому что там экран лучше виден онлайн, понимаете? Сейчас вот такое. Но, кроме того, недостаток очного есть. Вот в смысле, что при большой численности он не работает реально, превращается фактически тоже в онлайн. А кроме того, нет домашних заданий, потому что когда же их делать-то? Нет домашних заданий, а закрепление материала через домашние задания идет. Кроме того, вопросы появляются. Человек делает домашние задания, появляются вопросы, он уже следующую лекцию слушает, а у него есть вопросы, на которые он старается получить лекцию-ответ. Вот. И поэтому онлайн нормальный, он обязательно включает домашние задания. Но! Кто проверяет домашние задания? Вот до того, как я разработал краудтренинг, я обратил внимание на то, что происходит с онлайн и заметил, что либо же мало слушателей, тогда преподаватель проверяет там 12, 10, 12, он может проверять все время, их, так сказать, почти. А если, скажем, 30, 40, 50, то он устает и не может проверять. Ну, либо какие-то эксперты дополнительные приглашаются. Называются эксперты на самом деле помощники. Помощники, конечно. Словом, там ограничение по численности сразу увеличится численность, сразу качество проверки падает. Хочешь, не хочешь, качество проверки падает. Значит, передо мной стояла задача, как сделать дешевый курс, потому что мои курсы, они все-таки не дешевые. Как сделать дешевый, доступный для людей, поширить аудиторию, да? Как сделать надежными, а онлайн дает надежность, потому что он записывается, повторяется. Живой человек всегда ненадежен. Почему певцы поют под фанеру? Потому что боятся там чего-то, петуха пустить, что-то еще, а фанеру пустил, и все закусил. Здесь, в принципе, это не обман, а все понимают, что это в записи. Это надежное качество дается. Причем, это качество хорошее, потому что запись, перезапись, шлифовка, это хорошее, лучше, чем живьем, качество. И надежность, и в то же время, чтобы была обратная связь, хорошая проверка была бы. И массовость была бы продукта, массовость. Он может быть дешевый, если он массовый. Вы сейчас все говорите про онлайн. Про онлайн. Про онлайн. Онлайн, тут понятно, что такое краудтренинг. Вот я и говорю. А вот теперь на массовость как вывести? Как на проверку? То есть проверка. Да. Вопрос в проверку. А вот здесь вход такой, что проверять могут массово только слушатели друг друга. Никто другой так проверить не может, как слушатели друг друга. И многие по простоте душевной думают, ну они же некомпетентны. Вот если преподаватель компетентен, вот это правильно. Наоборот, они компетентны. Почему? Кто такие слушатели? Слушатели – это те деловые люди, с которыми слушатель другой имеет дело в реальной жизни. Ему надо уметь их уговаривать. Ему надо их понимать. Ему нужно высокую оценку себя с их стороны, а не с академиков иметь в жизни-то. Что значит высокая оценка? Он теперь у тебя купит. Вот. А если академик тебе будет, академик у тебя не покупатель. Поэтому оценка академика тебе менее актуальна, чем оценка твоего клиента. Понимаете, да? То есть другими словами, я, допустим, как абитуриент или как ученик курса, я буду выполнять некие задания. Да. И мои задания оцениваются такими же, как я. Да, да. Те, с кем вы реально имеете дело людьми в жизни. Чтобы вам было понятнее, я скажу, это как выборы. Скажем, выборы. Тот хочет человек стать губернатором. Он должен быть кому интересен, понятен и приятен? Избирателям или специалистам в области выборов? Ну, конечно, избирателям. Понятно, да. Пусть его специалисты говорят, неправильно он все ведет в компанию. Да главное, чтобы из него проголосовали люди. Вот это важно понимать. Поэтому старинный такой мышление, устаревший, что надо, чтобы там знаток тебя там это самое поправлял. Нет. Вот твои товарищи, они как раз и есть компетентная аудитория. Кроме того, когда все друг друга проверяют, да хоть миллион учатся, и все друг друга проверяют. То есть нет проблемы проверки. Но для этого надо построить специальную технологию. Есть много подводных камней. Поэтому краудтрейнг, я бы сказал идею краудтрейнга, а сама технология, она очень непростая. Там очень много вопросов, которые требуется изобретать, придумывать, решать, спотыкаться, снова решать. Потому что много мелочей, которые не видны снаружи. Это я не сомневаюсь. Конечно, что это не... Вот. Но технология очень эффективная. Любопытно. У меня пришла мысль, что поверяя другие ответы, ты видишь еще другие ответы, как бы на твое же задание ответили другие. Да. И это само является уже интересным. Для меня лично... То есть допустим, если бы я ответил там А, а другие ответили Б, С, и ты думаешь, почему они так ответили? Они же не просто проверяют, они ставят оценку, мотивируют. Потом есть комментарии, более развертые ваши работы. Вы других комментируете, баллы зарабатываете. Баллы зарабатываете. Вы видите, как средний балл сколько, сколько самые лучшие заработали, а сколько вы заработали. Вы эту кривую видите, как вы движетесь, догоняете других, отстаете. Вот. Кроме того... То есть азарт такой. Да-да-да. Подстегивание. И потом вы итоговую о себе оценку видите определенную, мнение о себе видите. Это существенно все. Существенно. Вот. Кстати, вот по поводу вот этого азарта и такой конкурентной такой борьбы, да? Вы часто используете термин борьба. Да. То есть, что руководитель, вообще отношения руководителя и переговоров и так далее, что всегда борьба. Да. Всегда борьба? То есть не бывает так, что это не силовые какие-то методы, не борьба, а какое-то, не знаю, помирное соглашение. Такого не бывает? Дело в том, что борьба может закончиться с соглашением, потому что бывает такая конструктивная борьба, конструктивные переговоры, а переговоры любые – это борьба, а бывает конфликтная, это разные вещи. В конструктивных обе стороны выиграют, договорятся о чем-то. Ну, обычная продажа, я вам поддержан свой автомобиль продаю, вы покупаете. Смотрим, мы торгуемся, говорим, аргументы вы говорите, вот тут вот потертое, я говорю, а зато это запчасть новая. Ну, в результате сделка состоялась, мы оба выиграли, я продал, вы купили. Оба довольны. Потом спрашивающие, вот, ну, как мой автомобиль любит? Вот, нормально, спасибо. Вот, оба довольны. А есть когда-либо один выиграет, только тогда, когда другой проиграет. Это конфликтный переговор. Это конфликтный переговор. Это разный тип борьбы. Разный тип борьбы. Выгода разная. Бывает, выгода могут оба достигнуть, а бывает, что только одному выгода. Только один станет президентом, а вдвоем не будут на стуле сидеть. Вот. Это разная вещь. То есть, в любом случае, переговоры – это как перетягивание каната всегда? Переговоры, да. Они, с одной стороны, как перетягивание каната, а с другой стороны, как бывает, как социалистическое соревнование. Это условно социалистическое соревнование. Когда оба соревнуются, но оба выиграют. Вот мы чистим картошку и соревнуемся, кто быстрее. Но благодаря соревнованию подтрудим друг на друга. Мы быстрее перечислим, чем каждый тупо один числит и не разговаривает. Правильно? И все иные люди. Разные бывают соревнования. При этом можно передавать опыт, а можно и передавать опыт в соревнования. Вот интересно. Вы сейчас сказали советский опыт, ну, советские соревнования. У меня сразу вопрос родился. Вот все, что вы излагаете в этом курсе, все методы, которые вы даете, они работают на постсоветском пространстве или же во всех странах. То есть, ментальности все разные. Ну, допустим, мы сейчас в Испании находимся. И не в Испании, а еще и в отдельной ее части, в Канарском архитилаге, где особый менталитет есть. Все-таки у людей. Вот эти приемы управленческой борьбы и вот этих вот всех, если правильно называть, манипуляций, не манипуляций, как правильно сказать, то есть приемов. Приемов. Будут ли они работать с другим менталитетом, не постсоветского пространства, не российского, не советского человека? Ну, правильно. Какие-то приемы лучше работают с одним менталитетом, какие-то хуже с этим менталитетом. Для этого нужно большое разнообразие приемов. Мы даем очень большое разнообразие, чтобы человек выбирал. Во-первых, прием должен годиться для него, как оружие. Одному по руке этот меч, а другому ему не поднять. Должен для него подходить. И второе, этот прием должен годиться для того, кому он применяет. Для того, чтобы такое совпадение было, должно быть большое разнообразие приемов. Мы даем большое разнообразие. Мы даем то, что китайцы делали древние, их приемы излагаем. То, что в Европе излагалось, в Америке. Немцы, французы, итальянцы. Мы берем разные приемы, собираем разные приемы, и человек обучается. Прежде всего, он лучше всего усваивает те приемы, которые лично ему понятно, как делать. Ему по ментальности подходят. Но их большое количество. Поэтому дальше он может уже подбирать то, что подходит к другой национальности или к чему-то. То есть, в курсе обговорится как-то история ментальности. Допустим, я с менталитетом советского человека фактически, или может быть отчасти российского человека. В большей степени советского. И я сейчас работаю на территории Испании с европейцами часто. И поэтому применимы ли эти знания? То есть, пойму ли я эти инструментарии работают, какие инструментарии работают лучше на этих людей, на других? Видите ли, лучше вам, у вас будет шире набор приемов, если твою ментальность поняли вообще, чужую ментальность. Но какие-то работы не поняли. Вот у нас было, мы продавали свой апартмент в Китае, мы жили там, на Хайнане долго продавали. И вот были переговоры с китайцами, которые покупали, вернее, посредники, которые там, не с покупателями, а с посредниками передавали. И вот, там пытался нагреть китаец на 10 тысяч евро. А когда я, применяя свои приемы, его прижал к стенке, он согласился со мной, что да, он хотел надуть меня. Правда, через некоторое время сказал, не, все-таки ты должен мне дать, потому что мне же там, я скажу, что я не смог тебя обмануть, мне же там попадет. Ну, китайцев тоже затронула коммунистическая история в свое время. Я думаю, что на них тоже повлияло некое наше такое советский строй коммунистический. Повлияло-то, повлияло, но все-таки Китай, Китай это Китай. Совершенно другие, да. Не так, как на нас повлияло. Да, Китай это Китай, Китай это Китай. Просто Китай, для Китая мы варвары. Мы были в советское время варвары, сейчас варвары. Сейчас и остались. А варвары обмануть, это этично. Китай, другая ментальность. Но европейцы, европейцы понимают, что обманывать, вот скажем, наших русских, это тоже нехорошо. Он это делает, потому что это, ну, русские сейчас, особенно к русским отношениям плохое. Вот, такая эпоха сейчас. Вот, но тем не менее, он понимает, что это делает. А китайцы, это наоборот, это нормально обмануть, обмануть европейцев. И в советское время, мы были советскими людьми, когда ездили в Китай, и нас обманывали. Причем обманывали на каждом шагу. Не кто-то один обманщик, а просто манера такая, можно обмануть иностранцев. Вот, про этичности, про это, вот бизнес, вообще, в принципе, как вы считаете, бизнес это только война какая-то? То есть, вот это вот, ну, окей, переговоры, мы выяснили, что это такое, некое перетягивание каната, соревнование некое такое, а сам бизнес, неужели это только какая-то война? Вот вы опираетесь на полководцев, на древних, на китайских, в том числе, и так далее. В целом, как вы оцениваете, бизнес это некая борьба тоже, это некая война, так скажем? Нет, нет, не так. Есть бизнес как сотрудничество, а есть как борьба. Более того, внутри сотрудничества есть элементы борьбы, и внутри борьбы есть элементы сотрудничества. И как раз мы-то и учим различать, каких с одним и тем же человеком ты борешься и сотрудничаешь. Вот мы с вами разговариваем, если мне надо вас переубедить, вашу квартиру и миру поведать, я могу сказать, какой-то вопрос задать, который вас подтолкнет. А бывают сотрудничества, я вам помогаю сформулировать вопрос, наоборот. Иногда мне надо вас переубедить, а иногда нужно помочь вам меня убедить, то есть лучше сформулировать свою точку зрения. Вот эти легкие изменения роли обычные люди, они их не замечают. Вы же слышали высказывание, хочешь мира, готовься к войне. Но многие понимают, это буквально пушки готовь. Нет, не только. Научись бороться, тогда тебе не надо будет бороться. Потому что тот, кто умеет бороться, тот тому не приходится столько бороться, как тому, кто не умеет. Поэтому бизнес война и борьба с точки зрения того, кто не умеет его хорошо вести. А кто умеет его хорошо вести, то он с друзьями ведет бизнес. Они разные, разные бизнесы, они сотрудничают. Вот смотрите, у нас с вами разные бизнесы. Вы прекрасный, так сказать, целая киностудия в одном лице. Ну, я профессионал в своем деле. Мы с вами сотрудничаем, у нас нет никакого повода для борьбы. И мы с вами уже проработали довольно много, и у нас ни разу не было никакого столкновения с вами, которое заставляет. Потому что мы профессионалы. У новичков бывает там это самое такое, потому что новички делают ошибки грубые, а профессионалы ошибки делают очень мало и редко, и всегда понимают другого профессионала. Бывает, что борьба, когда это такое бывает. Но с другой стороны, внутри любого сотрудничества тоже борьба бывает. Но борьба какого рода? Борьба за истину, например. Борьба за истину. Не борьба за то, кто виноват, кто там должен уступить, а борьба за то, кто прав в смысле истины. А каждый может ошибаться. Вот такая борьба бывает. Вот если мне кажется, что вы ошибаетесь, я пытаюсь вас переубедить, что вы ошиблись в данном вопросе. А вы меня можете переубедить. В частности, когда вы рассматриваете, если вы сами считаете, что бизнес там это всегда борьба, то это неправильно. Я вас пытаюсь переубедить, что нет, конечно. Просто на примере нашего сотрудничества. Но само переубеждение, оно тоже элемент борьбы содержит. Просто я понял ваш ответ, потому что вы просто термин борьбы гораздо шире воспринимаете, чем, допустим, я в данном случае. Дело в том, что люди, пока разговаривают, они все время занимают разные роли. Один человек может различать, когда одна роль закончилась, другая началась, а другой смешивает. Поэтому там, где борется в этой роли, он распространяет там, где сотрудничает. Это такой конфликтный человек. Другой наоборот. Там, где надо бороться, он все еще думает, что сотрудничает. Это наивный человек такой, инфантильный человек. А человек нормальный, он различает. Здесь мы боремся, здесь не боремся. Например, в шахматы мы с вами играем, мы боремся же там. Боремся. Ну и что? Чему это мешает? Не-не, я не говорю, что это оценочно. Просто всегда ли борьба? Да. Борьба начинается, когда один человек хочет, чтобы другой поменял свою позицию. И вот отсюда вытекает другой вопрос про манипуляции. То есть манипуляции или это заставить противника, противника, ну оппонента, окей, сделать то, что нужно тебе. Ну там, как Карнеги это писал, что единственный способ добиться человека это заставить, захотеть сделать. То есть я так понимаю, что одним из принципов Таллиннской школы тоже является, это такая некая манипуляция, да? Так, давайте разберемся манипуляции, потому что часто бывает манипуляции, как обман, и манипуляции путают. Манипуляция это один из видов обмана. Один вид обмана это ложь. Манипуляция не садит к этой лжи, но она является обманом. Что такое обман? Это как бы комплекс мероприятий по построению другого неадекватной картины мира. ту картина мира у него строится неправильной, которая его приведет к неправильным действиям, но она мне выгодна. Вот это является обманом. Обман, да, включает прямую ложь человека обманывать, а иногда манипуляции, то есть используют его стереотипы мышления, его установки, предубеждения. У человека много этого хлама в голове, да? Вот. Поэтому манипуляция, она, ей трудно инкриминировать что-то человеку, потому что он ничего неправды не сказал, он все правду сказал, но он использует вот эти предрассудки. Предрассудки. Я к тому, что манипуляция имеет всегда такой какой-то негативный вроде как окрас такой, да? Манипуляция это тоже обман. Мы на манипулировали. А манипуляция это обман. Обман. А обман сам по себе. А все это нормальная манипуляция. А обман при сотрудничестве не гошь. Это не этично сотрудничать, обманывать. Это уже не сотрудничество, а борьба. То есть при переговорах неуместно использовать манипуляцию? Нет. Если переговоры конструктивные, когда люди хотят достичь вместе какого-то результата, который невозможно достичь каждому по отдельности. Ну как один хочет продать, другой купить. Конструктивные. Они могут быть без манипуляции, абсолютно без манипуляции. Все по-честному. И сделка состоится, потому что вам это нужно, мне нужно. Мне нужно произвести видеозапись, вам нужно сделать... Ну вот смотрите, хорошо, я понял. Извините, что перебиваю. Пример. я хочу продать машину. Что я делаю? Я мою машину, я ее натираю воском, она так никогда не выглядела в жизни. Я протираю панель каждую, я заливаю туда лучший бензин, который только можно заряжать, куда ехало лучше. И так далее. Это же тоже манипуляция некая. Я показываю клиенту максимально возможности, которой она в жизни такой не будет. Где-то подмажу, где-то подкрашу. Это не совсем обман. Это вроде бы все есть. Я выбираю например какое-то такое место, где она смотрится, эта машина лучше всего. И назначаю встречу именно там. Вокруг дорога, по которой она будет ехать лучше. Все понятно. Это же некая манипуляция. Извините, я вам отвечу грубо, но очень просто. Вы же без штанов к людям не выходите. Это не манипуляция, что вы скрываете то, что у вас там есть. Ведь покупая машину, я же понимаю, что машину подготовили. Это называется предпродажная подготовка. Естественно, что ее делают. Почему я должен купить машину и ее мыть после вас? Это нормальная ситуация, потому что здесь нет никакого обмана. Манипуляция это всегда обман. Манипуляция это всегда обман, но манипуляция отличается от обмана прямого, это как бы косвенный обман, тем, что не содержит явной лжи. Вот и все. Если мне накрутили километраж, скрутили, это уже не манипуляция, это ложь. А манипуляция это тоже нет никакой манипуляции. Или как в магазин заходишь и пахнет хлебом. Это манипуляция. Да нет, это нормальная работа. Хочется, чтобы покупатель понимает, что продавец хочет продать. Нет, тут смотрите нюанс. Допустим, делаются ароматы, делаются допустим супер большие тележки. И ты когда кладешь туда большую банку тунца, в эту громадную тележку, ты кажется, ты ничего не взял. А рядом еще проходит человек, у которого у нас горка наваленная. И ты волей-неволей берешь не одно, а две. Это же манипуляция. Значит, это создание среды, при которой музыка определенная играет, ароматы определенные. То есть, это же некая манипуляция. Нет, вот смотрите, когда ароматы одного плана, это одно, а есть ароматы, которые вызывают искусственную потребность в чем-то, это как, скажем, человек можно оздоравливать спортсмена, а можно допинг давать. То же самое, здесь то же самое, ароматы, которые, скажем, что-то провоцируют, что-то притупляют, которые рассчитаны на обман, а есть нет, потому что, а есть результат какой, если человек покупает то, что он не хотел купить, значит, была манипуляция. Если что он купил, он это хотел, купил, и не огорчился, и все нормально, все нормально тогда. Вот разница в чем. Ну да, человек пришел за булкой хлеба, ушел с полной корзиной. Он не хотел покупать этого всего. А вот это тогда уже манипуляция. Манипуляция. Когда он сделал то, что не хотел, и когда вы это делали технологией, чтобы он купил больше, чем хотел, это манипуляция. Но поскольку мы очень четко проводим грать, то наша школа не обучает ни обману, ни манипуляции. Но тогда, когда обучает борьбе, то в борьбе она обучает именно манипуляциям. В первую очередь, основы на лжи это грубая работа. А на манипуляции, когда противника, мы противника, побеждать надо противника, значит он тебя побеждит. Но всему своему месту. Мы обучаем, как не бороться, как избегать борьбы, как сводить ее к минимуму. Ну вот так у нас. Лучший сход из драки избежать драку. Конечно, конечно, конечно. Хорошо. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Илья, за интересные вопросы. Мне приятно было поговорить. Вот. И надеюсь, что возможно мы с вами встретимся уже в другом качестве, когда вы будете учиться. Да, я не сомневаюсь в этом. Нет, правда. Ладно. Хорошо, очень приятно. Ну и спасибо тем, кто посмотрел, послушал нас. Спасибо вам. Всего доброго.